Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и наконец-то состоялся релиз игры Wall of Insanity от русского разработчика, от такой популярной игры, как Слота, первая, вторая, третья часть, а также Майнселл. Кто не играл в предыдущие игры, вы можете ознакомиться с роликами у меня на канале. Ссылки оставлю под видео в описании, плюс в подсказках. Ну а мы сейчас ознакомимся с новым творением разработчика под именем Виномайзер Арт. Надеюсь, правильно произнес. Что ж, настройки графики здесь имеются. Игруха вышла не только на Android и iOS, она также имеется в Steam, так что если у вас есть ПК, и вы, допустим, имеете слабый смартфон, вы можете ознакомиться с игрой как раз-таки там. Настройки графики здесь я выставил максимальные. Надеюсь, мой старенький iPhone 8 Plus их потянет. И давайте начнем игру. Выберу сложность среднюю. Русский язык у нас тут имеется. Так. Ну, это видосик. Кстати, возможно, все будет на русском языке. Вау. Прикольно. Прикольно. Ох. Короче, какой-то отряд спецназа куда-то попадает. В какой-то заброшенный дом. Видимо, задание у них было. Ух ты, бункер. Связь пропадает. Лампа какая-то. Эй, слышь, чувак. Опа. Че-че-че-че-че? Че-че-че-че? Че-че сейчас произойдет? Короче... Охо. Кто-то один из них останется. И мы, наверное, как раз-таки будем изучать этот домик. Полицейская операция в городе Термонт. Подразделение полиции 29-го района прибыло на задержание основателей тайной секты, занимавшейся похищениями и... чем-то еще. Окей. А вот это у нас уже графоний пошел. Как слышно? Группа на месте. Начинайте штурм. Ну, видимо, это плохо. Так. Область движения, область обзора. Слышь... Я зачем выстрелил? Сигма-1 на позиции. Чисто ввиду наблюдения. Сигма-2. Работаем. Захожу. Слушайте, визуально хорошо выглядит. И, по-моему, все 60 кадров имеются. Так. Тень... Блин, не, нормально выглядит. У меня, может быть, будут претензии, опять же, к анимации, но чисто визуально все очень хорошо. Лесенки чуть-чуть имеются, но как бы не сильно это все заметно. Блин. Локация не чешная такая. Так, че чувак там? Вау. Вы можете ломать некоторые объекты, чтобы проходить в ранее недоступные места. Окей, это ж замечательно. Так. А туда я не могу пройти, чувак? Че ты тут встал? Есть че-нибудь, че я могу взять? Бухлишка. Бухлишка. Дождик идет на улице. Чувствуется, потому что по крыше бьет этот дождь. Музлишка здесь такое прям атмосферное. Мик, прикрой меня. Я смотрю вверх. Хадсон, осмотри помещение. Есть. Ну, русской озвучки в этот раз нету. Вас понял. Просто, когда я играл в Майнселл, там была такая фигня. Вау. Так, куда-то мы, короче, зашли. Здесь вроде как что-то лежит. Давай читать. Записки я люблю. Газета. Поисковая группа нашла одного из детей, пропавших месяц назад. 13-летняя Лаура М. Бежала от похитителей и скрывалась в лесу. Ее показания смогут сильно помочь следствию и вывести полицию на след злоумышленников. Так. Окей, че тут у нас? Ключанский. Давай, поднять ключ. Не, ну слушайте, пока прикольно выглядит. Газетку мы почитали. Освещение. Тоже, в принципе, нормальное. Так. Нажмите, чтобы открыть инвентарь. Так. Ключ выбрасывать я не хочу. Все понятно. Все держится на ремне у нас. Так. Ага. Давай. Откроем. Это спуск вниз, да? Ну, подожди. Я пока туда, короче, не хочу. Я хочу вот сюда подняться. Че, нельзя, что ли, мужик? Какой вредный. Периодически он бывает, пропадают какие-то детали. Ну все, погнали. Сейчас будет весело. Я думаю. Можешь перезарядиться? Анимация перезарядки имеется. Все нормально прям. Вау. Ну пока еще не жутко. Но сейчас бузя, я уверен. Вот этот. Слушайте, нормально, нормально выглядит. Так. Че, сейчас кто-нибудь появится где-нибудь? Ну, тут у нас, к сожалению, ничего нету. Может быть, не стоит даже тратить на всякие разбития ящиков. Так, здесь у нас закрыто. Хорошо, значит, в другую сторону надо. Насколько я понял, судя по трейлерам и геймплейным роликам, которые выкладывал сам разработчик, здесь очень много будет тварей. И вообще, вроде как мы отправимся прям в АД. Только вот патроны, мне кажется. Опа. Так, трупецкий. Раздраконили его, не слабо. А как его зовут? Это Сигма-2. Нашел тело в подвале. Полицейские из первой группы. А все, тебя уже не слышат, мужик. Не слышу вас, прием. Повторите, связной фокс. Все. Все, чувак, ты попался. Кстати, переводится название игры как Стена Безумия. Так. Ссылку на группу разработчика вы найдете тоже под видео в описании. Я купил игру, 279 рублей она стоит. И как бы поддержал разработчика. Потому что, блин, ну наш человек, наш что-то делает. И причем, я так понял, он практически все это в одиночку. Да. Какие-то, скорее всего, моменты он заказывал у кого-то. Но вот и есть небольшие такие глюки вот. Так, а у тебя нет ничего, мужик, а? Как мне дальше пройти? Или мне надо обратно идти? И там дверь какая-нибудь открылась. Ох ты, ёперный театр. Че это было? Скример. Собака. Опа, нихрена себе. Это че там за космос такой? Че за бред? Вот с этой лампой, мне кажется, какая-то... Че за звуки? Слушай, а, ну, может мне туда вот надо идти? Восстановились ящики. Не, походу, мне надо в этот космос. А больше пути как бы нет обратно. Может, лампу эту надо? Нет. Туда я тоже не могу пойти. И слищ... Че за дела? Че за тела? Может, лампу надо бахнуть? Так, ну ладно, подожди. Ща мы разберемся. Значит, мы прошли туда. Сейчас обратно вернемся, скорее всего. Здесь опять сейчас какой-нибудь этот... Опа, на! А туловище-то утащили? Кровища, конечно. Ох, нравится мне. Молодец. Игра сохранена. Автоматическое сохранение у нас здесь имеется. Здесь все замуровано. Так, а че там у нас? Там че-то лежит, короче, посчитают. Нужна отмычка. Хорошо, ща найдем отмычку. Как вам данное творение, народ? Пишите обязательно в комментариях. Интересно будет почитать. Пока с монстрами я еще не столкнулся, но... Думаю, они вот ждут, ждут. Так. Здесь у нас чайнички. Ну, слушайте, над деталями красавчик поработал. Они, конечно, не такую высокую детализацию имеют. О, патрончики. А че, я думал, я могу разбить. Ну, давайте. Ух ты. Вы кто? Вы кто такие, мать вашу? Пошли в баню! Тихо, 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 тихо! Да блинский! Попасть не могу. Немного игруха начала подглючивать. Так. Дела пошли. У нас, кстати, персонаж потом будет изменяться в процессе вот этого прохождения. Че за твари такие? Было бы прикольно, если бы у него какие-то комментарии тоже были, типа, че это за хрень такая тут творится? Вы кто? Ох, красиво, красиво. Расфигачиваются-то? Тихо. Не, я сначала до туда вот дойду. Ох ты! Почему-то игруха подглючит. Ну, может быть, на самом деле не надо было так это на максималку-то все ставить. Получил! На, получи! Так, че здесь? Кассета? Поднять маленькая аптечка. Поднять маленькая аптечка. Нормально. Так. Че за звуки? Сначала нас, скорее всего, будут знакомить с такими слабенькими, простенькими монстрами. О, сейчас такая напряженная музыка прям стала. Ага. Вдруг здесь патрончики. Нет, туда я не смогу пройти. Так, давай. Давай использовать. Ну, смотрите, анимации есть? Да, немножко кривые, но, блин, один человек игру мутил. Ох, их там че-то много прям. Здрасьте, здрасьте, я фломастер. Короче, мы куда-то в какую-то жопу попали. На, 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 да, блин. Да, слышь. На, да вот вас, твою ж мать. Да, слышь, давай перезаряжайся быстрей. Жесть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, чувак, я не хотел использовать. Ладно, хоть жизни не так быстро они отбавляют. Возвращаемся обратно. Куда ты полез, блин? Не управляем. Он автоматически сразу... Туда. Да что ты! Вот, вот, сейчас, сейчас. Вот, всем, всем достанется моих патрончиков. И оперный театр кровища. Красавчик! Рейтинг прям нравится. А, вон оно что. Слышь? Ох ты, ё! Нет, вот с управлением... Ах ты, жопа, Новый год! Иди ты в баню, башка, ты! А-а-а! Не, вот с управлением, да, что-то не совсем на мобилке прям... Удобно. Так, кровь исчезает, прикольно. Патрончики мне тут не оставили. Три патрона. У меня оружия больше никакого нету. Инвентарь, если посмотреть, есть аптечка. Аптечка мне еще пока нет. Не нужна, я считаю, что можно обойтись без нее. Так, что здесь у нас, ключ? Что за звуки? ФПС 60, но просадки бывают достаточно жесткие. Так, добро. Сейчас мы вернемся, скорее всего, обратно, и там откроем необходимую дверь. Блин, интересно. Пока интригует. Интригует. Что же за трындец здесь произошел? Ух ты, ё! А у меня... А все, а все у меня... Ух ты, нафиг, идите в баню. А чувак... Ну, идите в баню, чё? А у меня нету все равно этих. Давай, используем ключ. Давай, 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 погнали, погнали, погнали. Они ж сюда залазить не будут. Вот сейчас надо аптечку использовать. Ох, чё-то заел. Блин, вот патронов нету, это фигово. О, у меня есть пистолет, надо было просто свайпнуть. Фликер, фликер, блин. О, здесь. Да нафиг, идите, вы чё, серьезно? Это средний уровень сложности. Да, патрончиков здесь однозначно не хватает. Ну ладно, мы будем, короче, спускаться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Несмотря ни на что. Вперед! А где я патроны достану? Жесть! Жестко-жестко. Ну, слушайте, прикольно-прикольно. Хардкорно даже достаточно, я бы сказал. Ладно, народ, на этом я, пожалуй, завершу данное видео. Это была игра Wall of Insanity. Стена безумия. Если вам понравился сеттинг, визуал, то вы можете поддержать нашего русского разработчика, приобрести игру, пройти и написать свой отзыв о проекте. Пока в App Store, допустим, совсем мало отзывов, но 5 баллов она однозначно получает за старание. И, блин, все-таки эту игру один человек делал. Насколько я знаю? Могу ошибаться. На этом все. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!